Программа предназначена для лиц старше 16 лет Ну, раньше там это были проблемы влияния гормонов на мозг, еще раньше были интереснейшие проблемы, связанные с тем, что все болезни нервной системы, они отказываются от венерических заболеваний, это на рубеже 19-го и 20-го веков То есть, в зависимости от моды, которая возникала в науке, в мировой и в отечественной, значит, у нас, соответственно, и возникали интересы к мозгу довольно оригинальные Сейчас мы дошли до нового уровня, значит, глубочайших заблуждений, о которых мы сегодня будем говорить, и поэтому тема передачи называется «Искусственный интеллект» Ну, действительно, если посмотреть на новости, то через строчку «Искусственный интеллект» просто побеждает все, автомобили, парковки, прекрасные результаты получены в автоматической диагностике медицинской Ну, то есть, мечта страховщиков, чтобы уж точно денег не платить, можно так оформить страховую систему, что человек всегда оказывается виноват сам во всех своих болезнях, и то, что его лечили неправильно, тоже он в основном виноват То есть, здесь раскрываются огромные возможности для искусственного интеллекта, потому что наш мозг так устроен, что любой алгоритм, любая, скажем так, концепция, которая привносится извне, позволяет мозгу создавать внутренние алгоритмы, по которым не надо думать, а надо только действовать Ну, поэтому, например, там, страховая медицина идет по алгоритму, ну, и нет заболевания, ну, не нашли, еще не описали, ну, и не будут вам ничего платить То есть, это прелестно, а раз есть алгоритм, любой, поведенческий, медицинский, страховой, там, связанный с машинами, то тут же возникает соблазн этот алгоритм использовать в калькуляторе, то есть, в компьютере И тогда, мол, если мы отдадим алгоритм компьютеру, у нас и появится возможность объективизировать это Ну, во-первых, всегда компьютер будет находиться в руках у тех, кто не хочет ничего, значит, канализировать и сделать объективно Ну, пример простой Вспомните, сколько десятков лет ушло на то, чтобы 100 миллионов автомобилей записать в один файл То есть, нам все время говорят, у нас компьютеры обладают способностью миллиарды операций в секунду делать так Почему они эти миллиарды операций никак не делали с номерами автомобилей? Ах, это, наверное, потому что многие представители ГИБДД ставили на учет леповые машины десятки лет, и ими приторговывали Вот поэтому, наверное, никак не получалось создать единую базу То же самое все граждане, которые меня слушают, живущие в нашей стране, знают прекрасно, как несколько, чуть не 10 лет назад нам всем присваивали уникальный номер От которого некоторые, особенно глубоко верующие граждане отказывались, как от паспортов Назывался он ИНН Помните, как нам объясняли, что это ИНН, вам дается на всю жизнь, один-единственный И теперь все, чтобы вы где-нибудь не заработали, вы должны в рамках этого ИНН отчитываться перед налоговой службой Все, он будет сквозной, вечный и всегда так Сегодня я прихожу в налоговую службу Ну, поскольку, как всегда, пришло три счета на одно и то же явление Три счета И надо их оплачивать Причем они пришли все на меня, но на разные ИНН Ну, я-то ничтожество, потому что у меня там 2-3 ИНН, это ерунда А граждане стоят, у которых 5-6 ИНН Это что, у нас 150 миллионов человек Это 150 миллионов индивидуальных номеров Никакой компьютер справиться не может Вы о каком искусственном интеллекте начинаете говорить? Если вы не можете номера машин Если вы не можете ИНН сделать А для чего это, почему это не будет делаться? Потому что компьютеры тут ни при чем Компьютер-то сделает, только делать-то должны люди Вот этим мы и займемся Но действительно, прогресс кое-какой есть Кроме того кошмара, который я вам говорю С которым каждый слушатель сталкивается каждый день Который говорит о том, что до искусственного интеллекта Как пешком из Москвы до Китая Почему? Потому что раз такие простейшие вещи, которые может сделать компьютер эпохи 286 машин Там 20-летней давности Конечно, сейчас должно быть налажено как часы Но этим и не пахнет И пахнуть еще не будет очень скоро Долго, потому что придется разбираться вечно Странными людьми Потому что чиновников 6 миллионов человек И у них еще родственники То есть это все увеличивает сразу минимум до 10 миллионов Ну и про корм-то должно быть где-то брать По биологическим законам распределения колбасы будет всегда в их пользу Отсюда никакой искусственный интеллект не поможет Но в мире все не так плохо Амазон объявил, что в Германии образуется голосовой помощник Который будет использоваться для анализа обслуживания То есть, ну иначе говоря, для того, чтобы продавать людям разные предметы более эффективно То есть, обращаю ваше внимание Это голосовой помощник по изъятию из ваших кошельков ваших денег А не для того, чтобы вам было удобно жить Значит, 75% при этом инженерно-технического персонала во всем мире, которые опрашивали Считают, что искусственный интеллект это огромное достижение человечества И то, когда он появится, то все будет очень хорошо Хотелось бы сказать, что большинство как раз инженерно-технического персонала Если будет развитый хотя бы искусственный интеллект в том понимании, которым сейчас есть Глубоко неправильным То они останутся на улице Более того, дело докатилось до невероятных результатов В Объединенных Арабских Эмиратах назначен первый министр по искусственному интеллекту Ну, я догадываюсь, что, наверное, в Арабских Эмиратах искусственный интеллект действительно крайне востребован Но, тем не менее, господина Аламу сделали министром Зарплату, думаю, ему повысили, если она ему нужна вообще Мне это напоминает создание бесподобного нанотеха Знаете, у нас такую организацию, которая занимается внедрением нанотехнологий Вот это замечательная вещь, только здесь есть небольшая подсказка для любителей настоящих тайных историй Потому что нанотехнологий-то нет никаких Министерство есть, как министерство в Арабских Эмиратах по искусственному интеллекту А искусственный интеллект еще, простите, нет То же самое с нанотехом Дело в том, что все это нанотех начался с одного интересненького англичанина Который взял и показал впервые еще в прошлом тысячелетии, то есть в 90-х годах Полупроводниковый переход на органических молекулах Опубликовал, конечно, в самых лучших журналах Его тут же купили в Америку Потом он, значит, делал опыты подтверждающие это все И уж совсем его к восьмому году решили сделать нобелевским лауреатом американцы Ну вот он опубликовал книгу про нанотех Как-то щелкнул палец И у тебя там простой танк Абрамс превращается в удобную трехспальную постель Красота И все это с помощью биорганики О том, что на самом деле можно биорганическими молекулами управлять с помощью вот этих вот технологий Но тут коварные вредители в Америке тоже есть ученые Тоже есть Они причем вредные, ужасно Они начали проверять его, достижения этого блестящего англичанина Ну и оказалось, что он с 90-х годов все это фальсифицировал Что никакого полупроводникового перехода нет в органических молекул и прочее, прочее Ну его с позором отовсюду выгнали Хотя уже к тому времени он самую большую премию по физике в США получил Он, кстати, не меньше Нобелевской Премию опять не отняли Как я многократно говорю, торопитесь их получать И за этот фальшак его просто отовсюду выгнали Но он до сих пор тихо стонет Что, мол, где все неправильно Его не так поняли Обычно тех идиотов, которых ловят за руку Они потом начинают кричать, что их не так поняли Они все говорили, но немножко не так Но, тем не менее, в той же самой Великобритании Уже объявлено, что к 1935 году доходы от искусственного интеллекта От применения Вы представьте, еще интеллекта нет искусственного Но его применение уже принесет 837 миллиардов Ну, правда, надо в два раза больше вложить, чтобы он начал работать И это самое сладенькое, как вы понимаете Вопрос тот, кто будет это получать Ну и в Москве, как вы понимаете, тоже искусственный интеллект развивается со страшной силой Под названием видеоаналитика 160 тысяч камер объединяют сейчас в естественную сеть И всех граждан будут идентифицировать по личности, полу и возрасту Будет использовано распознавание лиц Так что теперь никуда не спрячетесь, господа Куда бы вы ни пошли За небольшие деньги, я думаю, скоро будут Женам и мужьян, подозревающих своих возлюбленных в неверности Недорого Сдавать результаты видеоаналитики со 160 тысяч камер Отличный бизнес Так вот, расходы по оценкам, самое главное, на искусственный интеллект Которого еще раз подчеркну, пока как бы нет Они составят через несколько лет, то есть 25-му году Почти 60 миллиардов долларов Сейчас всего 1,4 И вот на этот лакомый кусок бросилось огромное количество прохиндеев И всяких странных людей, которые пытаются на этом заработать Деньги большие Но самое главное, что искусственный интеллект Это, в общем-то, подразумевается некая система, аналогичная мозгу И Intel тоже остался при деле Он тут же создал нирвана, нейрал процесс Вы можете представить, это будет ниральный процесс Отправляющий вас в нирвану, вот можно так понять Который будет проводить, ориентирован специальный чип То есть ядро компьютера Который будет проводить машинное обучение и самообучение То есть, и осуществлять двунаправленный обмен информацией Это важно Ну, то есть имитируется как бы живой организм Но и при этом, что самое забавное Даже на Intel Уж сочувственно можно отнестись к большей части инженеров Которые там работают Но даже они поняли, что целочисленные подходы Абсолютно непригодны Дело в том, что природе для справочки нет Ни точки, ни плоскости, ни прямой, ни целочисленных величин Вообще не существует И поэтому оперировать с такими математическими абстракциями Можно только при наличии глубочайшего незнания Или нежелания столкнуться с реальным миром Так вот, инженеры на Intel При всех их недостатках Они сообразили, что этого делать не надо И заложили в этот нирвана процессор Математику с целыми числами А вот дальше смотрите, какая интимная почти формулировочка С пониженной четкости То есть, как бы целые числа Но не совсем В общем, вот такими забавными ужимками и порошками Значит, пытаются создать искусственный интеллект Но как же искусственный интеллект Отличить от нормального интеллекта Который рождается в нашем мозге Ну, во-первых Существует почему-то очень известный И очень популярный Что для меня совершеннейшая загадка Тест Алана Тьюринга Которому уже исполнилось Скоро исполнилось 70 лет Он его опубликовал в 1950 году Кстати говоря, это тот самый Алан Тьюринг Который в свое время сыграл огромную роль В расковыривании немецких кодов по энигме То есть, действительно, блестящий математик Хотя и не без странностей Он в те времена увлекался Нестандартными сексуальными отношениями А англичанам тогда было нельзя этим заниматься Это сейчас можно У них там же все по приказу Как в Советской России Приказали Пидорасске разрешено А ну и все бросились А до этого было запрещено Ну, как-то было нехорошо Но его поэтому отовсюду выгоняли Всячески третировали Преследовали И ходят байки о том, что он Насыпал яду и куснул яблоко И по этой причине На всех айпадах, айфонах Яблочко надкушенное Эйпл Макинтош взял за свой символ Поэтому, когда видишь Дет человек С таким надкушенным яблоком в руках Как-то возникают какие-то Сомнения относительно его ориентации Но это другое дело Самое главное, что Тьюринг При всех своих странностях Он был действительно Выдающимся математиком Прекрасным мыслителем Он предложил, собственно говоря, для 50-го года Прогрессивную систему Он предложил Различать, может ли машина мыслить Или не может И для этого он придумал Так называемый тест Тьюринга В чем он состоит? А стоит в том, что сидит человек И с ним через невидимые Неслышимые перегородки Общается машина и другой человек Он им задает вопросы И значит, соответственно Машина и человек должны ответить Вот если он не различит Где машина, где человек Все, у нас есть искусственное мышление Вот хоть стой, хоть падай Это называется тест Тьюринга И потом, естественно, конечно Дружные последователи Которые, значит, высовывают языки От всякой простецкой мысли Они, значит, уже придумали обратный Тест Тьюринга То есть, когда машина и человек Меняются местами Тест бессмертия Мета-тест Тьюринга Еще выдвинули премию Хаттера Это о том, что компьютер Когда начнет осмысленно сжимать Пространный текст Некоторым нашим сочинителям Диссертации Это было бы полезно Но вот то, мол, где тогда Он обладает интеллектом Вот такие глупости Значит, предлагаются В качестве оценки машины Ну, естественно Как вы понимаете Это же ведь При таком подборе Когда вы работаете Со словами Лингвистическими конструкциями Слов и их значение Финальное количество Даже при эмоциональной окраске Всегда машину можно научить Распознавать по трем По тембру Запинанием И прочего Смыслы Так сказать Дополнительные смыслы Все это Конечно Все это вычисляется Ну, как шахматы Когда создали компьютеры Там минимальные 20 лет назад Тут же в шашки Перестали играть На чемпионатах мира Вопрос Почему? Да потому что Там перебор вариантов Комбинаторик Компьютер тут же Стал всегда выигрывать Или всегда сводить в ничью Ну и что? Все Весь интерес пропал Ведь были чемпионаты И 64-клеточные шашки И 100-клеточные Там были шведские чемпионы Там все это С медальками С фанфарами Там все как надо Ну а теперь Поскольку Те шахматы Это просто более Сложная комбинаторика Большее количество вариантов С повышением памяти И с повышением Скорости перебора вариантов Стратегии развития Там очень хорошо описаны Алгоритмизация То есть То с чего я начал Она проста достаточно Вопрос памяти И емкости компьютера Они тут же стали выигрывать Все И как только они выиграли Естественно моментально Был доказан с помощью Тюринга Почему это доказательство? У Тюринга уже спросить нельзя Но тем не менее Ну вот это в общем Глубокое заблуждение о том Что с таким способом Можно отличить человека от машины И это есть критерий мышления Значит что в 15-м году? Кстати говоря Это сделали довольно забавно Сделали наши математики В Санкт-Петербурге Написали такую программку Которая выдавала себя Что особенно забавно За Дэского мальчика Особенно веселит Вот его в 14-м году Уже был этот тест Тюринга пройден Но искусственного интеллекта Как не было Так и не появилось Ну и в 17-м уже дело пошло Естественно прогрессивные европейцы У нас достигли совершенства Они узаконили В феврале 17-го года Искусственный интеллект Поздравляю с чем То есть ничего смешнее Придумать нельзя А теперь посмотрим Что скрывается За этим самым искусственным интеллектом Значит что собственно говоря Предлагается к принятию решений То есть то что Мы называем искусственным интеллектом То есть принимать бытовые решения Простые То есть в рамках жестких алгоритмов Которые нужны То есть ну вот есть набор законов Ну и человек живет в этом наборе законов Может машина соблюдать эти законы? Конечно Уже их очень мало Правоприменительная практика ограниченная Особенно в таких странах Где мало опыта судебных Судебных тяжб И сутяжничества всякого Ну и все Машина закладывается Действительно судейских Можно давным-давно удалять оттуда Потому что зачем? Тут набор-то минимальный Машина может сравниться с судьей? Конечно Потому что если мы ее научим распознавать Значит особенно всякие детальки Интонационные То все будет вообще хорошо То есть нет не нужно Бухгалтером может быть машина Очень давно Там циферок очень немного Налоги все известны Все прописано Чего бухгалтеры-то не появляются? У нас дефицит в хорошем бухгалтере Да? Нет? Не получается? Даже там где одни цифры Не получается Но тем не менее Искусственный интеллект Предполагает Некоторое бытовое поведение Такое же осмысленное Как у человека И вот сейчас испытывают у нас В том числе Всякие голосовые компьютеры То есть голосовые подсказчики Которые отвечать могут на всякие вопросы И все с восторгом задают Всякие дурацкие вопросы Но дело-то в том Что искусственный интеллект Имеет и обратную сторону медали Дело-то в чем? Дело в том, что Если мы возьмем человека Ну например Какого-нибудь католика Глубоко верующего Который живет По точно католическим законам И утром встает Молится Идет на работу Значит работает Потом там обедает Молитву читает Спать ложится Молитву читает Детей собирается делать Тоже там пытается Укротить свою плоть Чтоб точно сразу получилось Ну и прочее Прочее То возникает вопрос Искусственным интеллектом он обладает Или машина сможет его имитировать Запросто Набор бытовых Стандартных Поведенческих актов При алгоритмизации Сегодняшнего уровня И скорости Процессов Идущих в компьютерах И объеме памяти Да Сможет машина выучить Религиозный канон Да она выучит их все Легко можно заложить туда все Включая все соборы Самого первого И она будет В рамках этого Оперировать И объяснять поведение Да конечно Вопросов нет То есть А что получается Чем дальше мы живем Чем больше в нашу жизнь Входят Компактные компьютеры Там сложные телефоны Тем Наш интеллект Человеческий Становится все более Искусственным В этом вся прелесть Когда он говорит Мы создадим искусственный интеллект Говорят о том Что быстрее всего Подразумевает Что ваш интеллект Будет искусственным И все для этого уже есть Идешь в метро Раньше в метро Читал там 30 человек Сидит при свободных Сиденьях Читает книжки Из 50 А сейчас идешь Там из 50 45 тыкает пальцем В эту штучку На ладонный компьютер В чем дело Это подменило Первое внешнюю память То есть Внешней памяти нет Зачем Когда вы набираете Все там находится Когда-то это звучало Смешно Когда приехала комиссия К лауреатам Нобелевской премии Отсону и Крику Которые открыли Структуру Строения ДНК И когда у них спросили Ну напишите Какое-нибудь основание Крик сказал Да зачем Он сейчас полки взял Открыл Но они хотя бы понимали В какой книжке Они лежат И понимали Зачем они нужны А сейчас этого нет Сейчас сознание То есть Искусственный интеллект Это имеется ввиду Искусственный интеллект Человек То есть Его всегда пытались Сделать все время Всю историю человечества А как вы думаете Религиозный Искусственный интеллект Это что Это в искусственных условиях Человеческой среды Сообщества Начинают воспитывать Ребенка С молодых ногтей Совершенно определенным образом В рамках Некоторой парадигмы Религиозной Все равно какой Без разницы И он так и вырастает Потому что у него Запоминание же происходит То есть формируются Те самые социальные инстинкты Которые Вкладываются То есть идет запечатление На всю жизнь Я об этом много в книгах пишу И дальше Пожалуйста Вот у вас Искусственный интеллект Получается Какой? Религиозного типа Культового типа Можно наоборот Можно Ребенка Сучить Учить С раннего детства Например музыки Очень тщательно То есть Создать ему Другую религию Музыкальную Он вырастет Он будет Вот в рамках Этой религии Действительно Может быть Профессиональный музыкант Он у худой конец Очень хороший критик Или исполнитель Если у него руки Не кривые совсем Это то же самое Здесь не надо Никому обижаться Ни музыкантам Ни религиозным деятелям Даже кино Если ребенок С детства Мы знаем такие примеры В нашем кинематографе Другое дело Там как у человека Голова варит И что он может придумать Но снять Поставить фильм Глядя как это делал На его глазах 30 лет папа Это то же самое Тот же самый алгоритм Тот же самый Искусственный интеллект Который создан Конкретного человека Если человека Выдернут Человеческого сообщества Никакого искусственного Интеллекта не будет И опыт показывает Жизнь Маугли В лесах Которые возвращаются Там никаким Искусственным интеллектом Не пакет То есть Иначе говоря Есть как бы Двунаправленное явление С одной стороны У нас С вами Наш собственный интеллект Если понимать его Как мы его понимаем Сейчас А не по высшему Гамбургскому счету О котором будет речь После перерыва То у нас Искусственный интеллект У нас у всех Искусственный интеллект Степень его Искусственности Предопределяет Масштабы контроля За населением Вы можете создавать Искусственный интеллект У населения Тот который вам нужен А с помощью этих штучек На ладонных компьютеров Прочих Телефонов Делается очень хорошо И эффективно Сами туда лезут Учить не надо И дальше остается Только подавать Соответствующий контент Если кто-то думает Что он Является результатом Всеобщей свободы Мне очень жаль Я боюсь Что у вас действительно Сложился Полностью контролируемый Искусственный интеллект Чем вас и поздравляю Поскольку В этом плане Искусственный интеллект На этой планете Давным-давно есть А последние 10 лет Так и процветает Поскольку Все что вы делаете На самом деле Заложено В вас С помощью специальных Инструментов Которые вы сами Хватаете Запихиваете Свой мозг Принудительно Хотя он иногда Сопротивляется Но не сильно Теперь попробуем Рассмотреть Не в ларамках Тюринговской модели А в рамках Биологии И естественных наук Которые были бы поближе К телу и к мозгу Но прежде чем начать Здесь пришло СМС-сообщение Очень точненькое Точно в нашу тему Значит Ее передал Вадим Родину Он спрашивает Что вот Когда мы перешли Точку экстремуму После которой Начали деградировать И возвращаться К обезьяним предкам Почему так Значит Дело пошло И когда-то мы вроде бы Были людьми Ну во-первых Людьми были не все Я еще раз повторю Читайте мои книжки Дело в том Что Появление человека Отдаренного И талантливого Не связано Ни с наследственностью Ни со средой Нигде Особая комбинация Строения мозга Может возникнуть В любой среде То есть Это может быть Как среди Императоров Так и на любой Последней помойке Это не имеет значения Мозг Настолько индивидуально Изменчив Что талантливый человек Может появиться Везде и всюду В любой нации Любых народов В любой среде Абсолютно Вопрос в другом Его найти бы И дать ему реализоваться А началась Все эта история Где-то активно Около 30 тысяч лет назад А последние Несколько 5-7 тысяч лет Идет очень интенсивно Потому что Наш мозг Как я уже говорил Но не наш А европейский К нашему счастью Потерял Около 250 грамм Общая масса Это несколько миллиардов нейронов Так что Вот как хотите Так и воспринимайте Что было То было И неандертальцы И цапиенсы Когда появились Обладали мозгом Примерно 1650 грамм А сейчас Средние по планете Ну это как Температура по больнице 1320 грамм Вот И считайте Как мы развиваемся Понятно Что это механизм Известный Искусственного отбора Мною многократно Отписанный В книжке И нищета мозга И церебральный сорт Как это происходило Читайте Потому что Передача не позволяет Передать все детали Которые хотелось И чтобы жить В нормальных условиях Надо себе отдавать Что происходит Отчет о том Что происходит Вот искусственный интеллект Человеческий искусственный интеллект Настоящий момент То есть человеческий Дошел до своего Уже прекрасного рубежа Ну приведу пример Я как-то здесь встречался С Пучковым Который гоблин Там мне нужно было Минок препарировать И мы с ним обсуждали Некоторые вопросы В том числе Я там приводил Всякие примеры Эксперименты Научные Связанные с головастикой Там у них Тероксин Если добавляешь В воду Что известно С начала 20 века Как только Тероксин открыли Выделили Читовидные железы Они начинают Быстро расти У них уменьшается Хвост Значит Вырастают лапы Они быстро Проходят метаморфоз В два раза быстрее Это давно Известный эксперимент Значит Вот эти вот Люди Которые Значит Уже имеют Искусственный интеллект Построенный на Айпадах Кстати говоря Можно Даже им придумать Название То есть Поскольку Мы гоминиды А вот Вместо интеллекта Айпад Или айфон Ну и замечательно Значит Такие гомопады Вот значит Эти самые гомопады Значит Тут же решили Уесть Проклятого профессора То есть Меня Для чего Для того Чтобы показать Первое Свою доминантность Другой то нет Читать не хочется Знаний нет Значит Вот только Тыкать в эту штуку И слушать Что рассказывает Коварный профессор Они взяли Набрали в гугле Значит И написали Что вот Значит Тероксин Это гормон Щитовидной железы Точка То есть Абсолютное мышление Гугловское Такое Искусственный интеллект Аля справочник гугл Другой клоун Значит Я рассказывал Здесь как-то о том Что суточный ритм Меняется Из-за того Что значит Земля вращается Вокруг солнца Еще вокруг Своей оси И так далее Там много наклона Меняются Но Человек этот Сделал замечание Как же земля вокруг солнца А как же он не сказал То прошу про оси То есть Это опять Гугловское мышление То есть Точный вопрос Абсолютно точный ответ А то что он в школе не учился Астрономии не знает А то что я не должен Ликвидировать Его глубочайшее Незнание Ничего Кроме типа Вопрос-ответ Он это уже воспринимает Как глубочайшую ошибку Ну вот такими Клоунами Наполнен у нас Человечество Сейчас очень активно И это очень хорошо С эволюционной точки зрения Такая система управления Идеальна Потому что люди Не обладают способностью Вообще ничего понимать Они воспринимают Сравнивают информацию Все Вот на этом строится Все То есть Это как раньше Знаете Такие Среди молодых ученых Много было таких В советские времена Он в одном месте Пришел Поговорил о чем-то Послушал А потом прибежал В другое место Это рассказал Смотришь за умного Сошел Таких вот А слов я встречал В своей жизни Тысячами Тут сейчас то же самое Только через айпад Но здесь лучше Потому что здесь контроль Центральный И глупость Можно человеческую Сохранять Нетленной И использовать Как хочется Чем же мозг То отличается На самом деле От мозга Ну во-первых Компьютер Это все-таки Вычисляемая система Которая работает На двух вещах На памяти И быстродействие Сравнение Результатов То есть алгоритмы Сравнение Зависит от математиков И чем талантливый математик Тем лучше Чем объем памяти Больше Тем лучше Чем быстродействие Лучше Современная архитектура Компьютеров Довольно убогая Поэтому при гигантских Скоростях И гигантских Гигантской памяти Это примитив страшен Я достал еще те времена Когда знаете так Компьютер занимал Стенку в 25 метров Он назывался Стрела Такие ящики Типа гардероб Стояли сверху С вентиляторами А там открываешь створочки И внутри Лампы такие Светящиеся Это были ламповые компьютеры И была даже Экстремальная починка В рабочем состоянии Для этого такие щипцы Деревянные Выдавались К этому компьютеру И ты значит Когда там лампа перегорала Ты брал этими щипцами Лампу выдергивал Потому что горячая была А холодную этими щипцами Тоже запихивал Прекрасная вещь Вот с того момента Среди физиков Арифметиков Которые почему-то себя горд называют математиками Появилась масса людей Которые решили Ну если они умеют брать интеграл Кстати в интеграл берется Полярным планиметром Аббе С двумя палочками И одним колесиком Так для справки Ну вот не только калькулятор Что они умеют брать Тут в мозге-то Господи боже Они разберутся в два счета И вот значит с 60-х годов Искусственные книги Об искусственном интеллекту Покрыли метровым слоем Всю нашу планету Если сейчас читать эти глупости То вы поразитесь Возьмите советскую книжку Какую-нибудь фантастическую 60-х годов Будете кататься с осмеху Там все те же слова Которые сейчас произносят Выдающиеся американские авантюристы Типа Илона Маска и прочее То в слово в слово То есть его еще в проекте не было А уже об этом писали Уже и на этом зарабатывали Все это продолжается в таком же духе В чем же отличие? Дело в том, что критерий Тьюринга Вообще никуда не годится Это все тот же самый Комбинаторик и перебор вариантов Чем же мозг отличается? И что эти самые впечатлительные инженеры Сделать не могут? Они на правильном пути Надо увеличивать скорость работы Увеличивать объем памяти Но надо менять архитектуру Ребятки Это двоичный код со всеми подходами Это убогость пещерная Большая вычислительная машина Которая стояла в Академии наук Когда инженеры плакали Когда ее разбирали У нее архитектура была В 20 раз лучше Чем у современных Вот этих Последователей пищуков И там о проипл вообще не говорю Ну вот А если говорить о искусственном интеллекте То человеческий мозг Обладает одной особенностью Он может создавать То новое Чего не было в природе и обществе Вот никакой компьютер Этого создавать не может То есть у нас не искусственный интеллект А искусственное справочное На самом деле Которое да В четком алгоритме Значит увидел За 150 километров Вражеский корабль Ракета рассчитала маршрут Учла помехи Взлетела и воткнулась Все Прекрасно В этом плане все чудесно Может работать быстрее Конечно Поставил вместо двух глаз человеческих Там 20 датчиков Которые будут распознавать Тот же самый танк Но он будет стрелять во все стороны Будет отлично Путь путь Прекрасно Все да Насыщая современной электронной техникой Старое железо Можно добиться гигантских успехов А вот новое создать будет тяжеловато Потому что нужна база Нужны люди Нужна наука А ее то как раз у нас и почти нет Но самое главное свойство мозга То которое очень трудно промоделировать Дело в том что нейроны А только в Корее Как я вам говорил У нас от 11 до 19 миллиардов Постоянно физически Здесь очень важно Физически образуют и рвут связи То есть это что значит Это значит что у нас синапсы Там например 100 тысяч синапсов минимум У нейронов он три связи разорвал То есть физически разрушил Разобрал их И три в новом месте образовал Причем это очень специфический процесс Его нельзя запрограммировать Отсюда возникают случайные связи Отсюда возникают озарения Инсайты Когда вдруг человек Вдруг он понимает Как связать события и явления Которые до него никто не додумался связать Это компьютер не может Программисты сейчас тут же станут в третью позицию Балетную И скажут Ну мы сейчас запрограммируем это и все Не запрограммируйте ребята Надо еще раз повторюсь Надо внутри процессоров Которых должно быть минимум Там 11 миллиардов Сажать по китайцу в паяльник Нужно физически Менять ситуацию Для того чтобы создать чего-то новое То есть новое создается Не с помощью использования Уже готового алгоритма Постарайтесь это как-то напрячь Свой мозг и понять А благодаря физическому Переустройству мозга То есть там создается структурно Новая система Которую вы промоделировать не можете И там нету никаких целочисленных явлений О чем он говорил Поэтому смиритесь И каждый синапс Который вы пытаетесь имитировать Какими-то убогими способами На одной из передач Я это рассказывал Не будет работать Ни один Почему? Потому что через один синапс Может происходить Проходить там два с половиной десятка Медиаторов Да еще в разных комбинациях Переменные Айзен пока Напрягитесь Вспомните школьный курс И поймете Что этот сигнал может быть таким Что вы никогда в жизни Его даже запрограммируете Для одного синапса не сможете Мало того Что при этом эти синапсы Находятся рядом Один в одну сторону Мембраны одного нейрона А другой в другую Передает сигнал Параллельно Это называется Реципрокный синапс Причем сигнал туда И сюда проходит Ну и чего? Как ваша Ноль-единичка Здесь будет работать Смешно это все Конечно Конечно здесь есть Непреодолимые Принципиально непреодолимые Препятствия Которые Еще долгое время Не позволят Компьютерам Создавать то Принципиальное новое Что может Человеческий мозг Делать в природе И в обществе Об этом надо помнить Поэтому искусственный интеллект На сегодняшний день Это не только подъем Вычислительной мощности Машин Разработка Прекрасных алгоритмов Я сам пользуюсь Ничего-то не скажешь Замечательные вещи Ему достигаются Но и Интенсивное Опускание Человеческого интеллекта На уровень машин То есть Искусственный интеллект Человека Появился намного быстрее И намного В больших масштабах Чем искусственный Машинный интеллект Поэтому это Такая встречная Встречное движение То есть Усложнение машины Упрощение Мышления человека Которое подменяется Некоторой имитацией А поскольку Обезьяна Как вы знаете Они любители Всяких имитаций И если можно не работать То человеческий мозг Не будет работать Заставить его Очень сложно Ну за исключением Шизофрении Конечно Когда он сам Спонтанно Поэтому при первой возможности Мозг пытается имитировать Свою работу И ни в коем случае Не напрягаться реально Поэтому да В этом плане У нас Общее единство С компьютерами А уж Искусственность Нашего интеллекта Она Всем Я надеюсь Теперь Станет понятно Значит Есть вопрос В телеграме На который Мы сейчас И ответим Значит А как на весь Этот процесс Влияет Вискарь с колой Очень плохо Не советую Вискарь с колой Это отвратительно Не пейте Вискарь с колой Потому что в коле Очень много Вредных веществ Там может быть И мальтоза Добавлены И всякие Другие вещи Которые могут Вызывать Интенсивную работу Поджелудочной железы И как бы Диабета Не случилось Не тренируйтесь Со сладкими Напитками А сам Вискарь Особенно если 18 лет И не в малых Количествах Ну так это просто Корм для мозга Значит Давайте дальше Послушаем Реальный вопросик Сейчас Мы услышим Да я вас слушаю Вы в эфире Говорите Не получилось Давайте другой Будьте добры Вы в эфире Говорите пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Сергей Вячеславович Огромное спасибо Важную тему Сегодня затронули А вот как вы считаете Вот Путин С невидимым Продвигают Там Цифровая экономика По всей видимости Так же Как и Значит Искусственный интеллект И дальше Я все таки Хочу Чтобы вы организовали фонд Потому что вы даете Такие знания И вот мы простые Смертные люди Хотели бы вас Как-то Благодарить Спасибо большое Я понял Я понял Значит Над этим работают Дело в том Что я не люблю Объясняю Всем Я не люблю Брать чужие деньги Потому что Я считаю Что если ты берешь Деньги Должен за них отвечать А если мне будут Давать деньги То я могу Их потратить Не только на науку А на сигары И коньяк Это не очень Хорошо Вы знаете Мне стыдно Но для мозга Иногда Это мне необходимо Поэтому Как бы здесь Об этом думаю Как это Делать так Чтобы брать деньги И честно За них отвечать Я надеюсь Это как-то Придумается А сейчас До свидания Мы переходим Не к вопросам А к ответам Значит По вопросам Все Значит Теперь Следующий вопрос Здесь Не совсем По теме Вопрос Сергей Вячеславович Здравствуйте Это вопрос А провимероназальный орган И операцию По исправлению Носовой перегородки Септопластика Повеждается ли он Во время операции Есть ли какое-нибудь Негативное влияние На него Да Вы знаете К сожалению В старые времена Некоторые особенно Смелые хирурги Лицевые Особенно Обитавшие В северокавказском регионе Где Как вы знаете Женщины Очень страдают Я то считаю Что чем носовите Тем красовите Вон Посмотрите на мой Отлично Меня регулярно Признают своими Как кавказцы Так и евреи Поэтому Отлично А уж про Этих Индусов Я вообще не говорю То есть Загореть Порядок Так вот С таким С такими носами Конечно Женщинам Не очень Не очень хорошо Ну как-то Женщины страдают У нас же есть принцип Какие-то там Из модных журналов Что там Чей-то Женщина Должен быть Курнос и носик Чтоб мозги были Через дырки видны Ну Всякое такое Есть такие Заблуждения И вот там Оперировали Кое-какая статистика Есть К сожалению Печальные Его подрезали Как раз Усильно Укорачивали Такой нос Задевали Вомер Назальный орган И Да Действительно Это Иногда Очень часто Если не учитывают Может приводить К фрегитности Женщин Ну Женщина Все-таки Человек И До определенной Степени И мы должны Уважать Сексуальное Удовольствие В том числе Которые Они получают Поэтому Вы знаете Нужно подходить С особой опасностью К этой Особой Осторожностью И надо Все-таки Поинтересоваться Во-первых Цел ли у вас Вомероназальный орган Чтобы вам Эндоскопом Залезли В дырочки Посмотрели Ну для этого Надо конечно Врачу Обычно Сначала Рассказать Что такое орган Есть Ну Постарайтесь Ну вот А во-вторых Надо выяснить У хирурга Слышал ли он О таком Причиндале В нашем носу Прежде чем Он вам укоротит Ваш носик Или перегородку Начнет выправлять Там ее Нарушать Там ломать Или подстраивать То есть Будьте осторожны И внимательны И поговорите Потому что А то знаете Будет как анекдот В свое время Мой один родственник Пошел лечиться От облысения Открывает дверь А там сидит Специалист платный Лысый как колено Он говорит Ну извините Ошибся дверью Так что Вот на эту тему Будьте Будьте осторожны Особенно Со своим здоровьем Ну давайте Мы другой Примем звоночек Да я вас слушаю Задавайте вопрос Алло Да 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 Вы в эфире Здравствуйте Сергей Вячеславович Такой вопрос По опухоли головного мозга Есть ли какой-то Вот прогресс Что вы можете сказать Возможно ли Каким-то методом Уменьшать Да все понял Да Вопрос понятия Насчет опухоли мозга Можно ли уменьшать Надо первую очередь Делать диагностику У нас очень неплохие хирурги Вот медицина У нас связана с тем Что у нас есть антибиотики Есть хирургия А сейчас еще Учитывая томограф И хорошая диагностика Идите к нейрохирургам Смотрите Какая опухоль Если опухоль капсулированная То есть у нее вокруг Есть оболочка хорошая То есть она изолирована От мозга То можно ее просто удалить И все И не морочиться И ничего плохого не будет Вот это у нас сейчас делают Очень хорошие есть хирурги Причем по всей стране Не только в Москве Вот замечательные ребята Которые под контролем современных приборов Там под КТ Могут вам сделать идеально эту операцию А вот если опухоль сложная Которая не имеет четкой границы Которая там распространяется Это конечно обычно трагедия Ну это чаще всего это бывает у детей Когда дифференцировка коры заканчивается Там вот тактеницид клетки радиальной глии Расползаются Иногда из них Происходят всякие неприятности То есть в том числе и опухоль Это как правило очень плохо лечится Но тем не менее курс пройти надо Всегда шансы есть Да Я слушаю вас Да ваш вопрос задавайте Алло Да 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 Здравствуйте Вас беспокоит москвич Мне интересует вопрос такой В 15 году была конференция Экология и мозг Что вы можете сказать по этой конференции Якобы О зависимости Так сказать Мозг может восстанавливаться Если хорошая экология была Спасибо Вы знаете Мозг к сожалению Восстанавливаться не может Экология и мозг Это я не знаю о чем Потому что О мозге собственно Надо думать с юности Потому что если вы там Пили горькую Или занимались Какими-то вредными занятиями Работали там На медных рудниках То вряд ли вам что поможет Но вот нейроны Потому что погибают Новые не восстанавливаются Восстанавливаются Новые нейроны Только у сумасшедших Любителей стволовых клеток К сожалению Вот они уже об этом говорят 25 лет Никому ничего не помогло Ничего не доказано И бизнес продолжается А результаты ноль Так же точно как Связанные с управляемым геномом И вся эта остальная шняга Все действительно здорово Объявляется интересно Обещание обалденные Результаты ноль Поэтому могу сказать То что у вас есть Постарайтесь сохранить Для этого нужно Первое думать Этой самой головой Во вторых нужно Питаться максимально разнообразно И не списывать на экологию Потому что и в Москве В центре города Тоже живут 90-летние старики С нормальной головой Так что здесь Индивидуальные особенности Наследственные Накладываются на образ жизни Ведите нормальный образ жизни И смотрите Ваш мозг хранится достаточно долго Давайте послушаем Еще один вопрос Вы в эфире Будьте добры Говорю задавайте Здравствуйте Михаил Москва У меня вот такой вопрос А при Так сказать Реализации алгоритмов И размышлений Какой логикой Пользуется человек В основном Двоичный Или троичный Так как троичная В общем с точки зрения Эволюции Должна быть более выгодна Все понял Или может быть Большим количеством Значит мозг не пользуется Ни двоичный Ни троичный Ни 64 разрядный Все это пришло Из арифметики И все это является Надувательством На самом деле Я уже многократно говорил В моих книгах Это тысячу раз Описано о том Что мозг Человек принимает решение На основании двух вещей У нас двойственность сознания Биологическое Которое нам досталось По наследству От наших предков И социальный набор Социальных инстинктов Плюс традиции То что вам привили С детства И вот эти две системы Сталкиваются между собой С одной стороны Вы хотите стать Вечно обезьяной Богатой, жирной, красивой Значит или там Богатой, стройной Иметь много там Женихов или невест Размножаться как таракан И прочее, прочее И при этом жить на Гавайях Там Чтобы там 20 человек Вас обслуживали Вот это такой обезьяний рай Это вот то Что нам досталось От приматов И это в каждом человеке Есть больше или меньше Но есть социальная система Отношений Которая воспитывается В детях То есть дети на самом деле Конечно очень плохо воспитываются Они запечатлевают Как животные Наборы социальных форм поведения Которые видят за родителями Окружающими Постепенно они накапливаются Я недавно выступал С большим докладом на эту тему К сожалению Доклад он не будет Никогда вывешен Ни в какой открытом доступе Значит Эта система накапливается Постепенно Социальных инстинктов И человек ведет себя Сравнивая все время Вечно Между социальными обязанностями И инстинктивными желаниями Отсюда вот эта двойственность бесконечная Хочется одного Вы нужно делать другое Получается Ни этого не получилось Ни того не получилось А у подростков У которых половые гормоны Еще на все это накладываются И скачут В их головах Как зайцы То получается Бог знает что И здесь это не зависит Ни от социального уровня человека Ни от богатства Ни от сексуальной ориентации Вообще ни от чего Это ни при чем Это двойственность сознания На котором построены Кстати говоря Все религии Потому что есть ад И есть рай Вот и бомбиться Между этими двумя Все зависит от индивидуальности Человека От его особенностей мозга Поэтому Здесь как бы Однозначно Эта проблема Не решается Давайте еще На один вопрос Ответим Будьте добры Говорите Задавайте вопрос Вы в эфире Алло Да Здравствуйте Вот такой вопрос Есть ли реальные Какие-то инструментальные Методы диагностики Болезни Миньера Кроме аудиографии Потому что она показывает Что все нормально А приступов Вот уже три было Да понятно Вопрос Насчет болезни Миньера Значит нужно сделать Я не знаю Как в нашей Замечательной стране Но существует такой РНН анализ Который позволяет Анализировать В том числе И генетические особенности Индивидуальные человека Можно попробовать Я не уверен Что это даст результат Потому что Физиологические критерии Часто могут не работать На разных фазах заболевания И при разных особенностях Надо разбираться Надо делать Если уж вы Беспокоитесь О своем здоровье Надо делать Хороший широкий Генетический скрининг Раз есть подозрения Во-вторых Нужно пройти Диагностику Еще не просто Молекулярно-генетическую Но и биохимическую Гормональную И все остальное И самое главное Сделать Особо тщательно Функциональный КТ Или ПЭТ На мозге С введением Соединений Которые проходят Через кровь То есть Чтобы видеть Что там внутри происходит Нет ли там проблем То есть После такого анализа Можно тогда задавать вопрос А физиологический анализ Ну слушайте Я знал людей Которые так имитировали Видимость цветов Которые были Конченными дальтониками Что ни одна комиссия Не могла их различить На этом мы Сегодня с вами прощаемся И переходим К новостям